Ну что, друзья, мы все ждали от России какого-то изощренного коварства, но никто и подумать не мог, что оно будет таким. В общем, на Донецком направлении Путин и компания неожиданно применили секретное оружие. В результате от кринж-бомб Бедросович-88 офигели даже российские солдатики. У меня есть моя страна, моя родина, я уезжать никуда не собираюсь, я живу здесь, жил и буду жить. Это слова Филиппа Киркорова, который все-таки доехал до Горловки. Мы не знали смеяться или вызывать скорую помощь, глядя на жалкого Киркорова. Ни тебе перьев, ни гламура, в зрителях какие-то неотесанные чурбаны. Более того, перед глазами российских селебритис явно стоит супергорячий концерт в районе Старобешево. А потому Филипп пришлось надевать минимум два памперса и ежесекундно молиться, чтобы на текст «Зайка моя» неожиданно в гости не заглянул Хаймерс. В общем, ох и сложна же роль патриота. И, конечно же, больно моему сердцу, потому что я когда-то пел песни в этом зале. Причем вдвойне сложнее быть патриотом, когда ты им по факту не являешься. Киркоров мог 200 раз после начала СВО приехать и поддержать оккупантов. Но сделал это исключительно после того, как подставился на голой вечеринке. «Мерзкая история во всех смыслах этого слова. Вот эти кадры, вот Киркоров, который там плачет и извиняется. А мы не верим никому. Не верим, потому что эти мрази делают все, за что они сейчас просят прощения, всю свою жизнь». Обнаженный Киркоров и Грудь Ивлеевой, напомним, стали самой обсуждаемой темой января. Соловьев и компания уделили ей значительно больше времени, чем погибшему экипажу БДК «Новочеркасск». «Идет война, идет день чекиста. Они это называют творчеством. Кол себе осиновый в жопы, загоните, твари кончены. Сатанинское, мерзкое, гадкое отродье». А в Кремле четко дали понять артистам, что возобновление концертов возможно исключительно после искупления вины на передовой. Вот и пришлось Бедросовичу отдуваться. «Ситирую, моя жизнь, наверное, разделится на до и после», прокомментировала артист, которого когда-то именовали королем российской эстрады. Теперь на его месте «Шаман». И именно песню «Шамана» спели Киркорову дети. «Я русский, я иду до конца! Я русский, моя жизнь до конца!» Но несмотря на все личные жертвы, своим для оккупантов Киркоров так и не стал. Уже после окончания концерта в ротовой бой пошли горловские кизяки. «Мы, казаки Донецкой Народной Республики, выражаем свое негодование по поводу приезда к нам певца Филиппа Киркорова. В то время, когда наши бойцы на передовой борются с фашизмом и сатанизмом, этот певец участвует в различных сомнительных вечеринках. Мы требуем отмены концертов Филиппа Киркорова в Донецкой Народной Республике». И обратите внимание, насколько точно эти шизики повторяют сказанное по телевизору. Они ж все эти бредни про сатанизм явно от Соловьева и Компании почерпнули. «Борются с фашизмом и сатанизмом». «Это священная война. Мы не можем действовать как зло. И мы воюем с сатанизмом». «Но они реально сатанисты. И при этом они ходят, знаешь, вот изображая жертву. Это же у них любимое занятие». То есть оскотинивание народа кажется окончательно завершено. И ура, патриотическая публика, подобно губке, готова впитывать любую дичь, которую ей предложит телевизор. Нет, уровень ток-шоу на федеральных каналах всегда был ниже Плинтуса. Достаточно вспомнить, что они там обсуждают. «Чем эстонский член отличается от киргизского?» «Ну, это любимая тема депутата Журавлева». «Лучше старым быть седым и слегка пергилой, чем здоровым молодым и слегка дрилой». Казалось бы, падать ниже и деградировать сильнее уже просто невозможно. Но нет. Пропагандисты систематически поднимают планку маразма. Мы, например, были в реальном шоке, когда российские СМИ на полном серьезе понесли вот эту новость. Зеленский планировал убийство Макрона. «Всем ясно, как ни пытался Макрон Зеленского цезарями и крылатыми ракетами задобрить, но нашего дучи не проведешь. Ну а что, если уж делать провокации, то мирового масштаба». Надежный источник из окружения Залужного поделился интересным разговором, из которого следует, что во время визита президента Франции Макрона в Украину команда Зеленского планировала устранить его и возложить вину на Российскую Федерацию. «И зря президент Франции думает, что юзик его в Париже не достанет. Ох, зря. Ну а если серьезно, просто представьте себе, какой майонез в головах у людей, которые к подобным новостям относятся серьезно. Причем там же еще и такая серьезная биполярочка. Ведь, с одной стороны, в их реальности главный злодей и провокатор – это Зеленский. «Все списки на теракты утверждают лично Зеленский. Украинское государство превращено в террористическое, поэтому представляет угрозу всеобщему миру». А с другой – и российские политики, и глубинный народ даже не скрывают, что хотят реально убивать чиновников стран НАТО. Послушайте вот, что они несли относительно недавнего визита в Киев Виктории Нуланд. «Я бы на ее месте не грозил все-таки Владимиру Владимировичу, потому что только от него зависело, уедет она из Киева безопасно или там случайно останется. Потому что не секрет, что Российская Федерация прекрасно может это сделать, причем очень быстро превратив то место, где она была, в выжженный пустырь». То есть Нуланд должна быть благодарна Путину за то, что ее на этот раз пощадил. И ты слушаешь это все, и возникает всего один вопрос. Вот вы сами в это верите? Два года война идет, ртом Россия кого только не убивала. Буданов, Залужный по 10 раз на том свете были. Вот этот вот пирожок себя выставлял лицом украинского терроризма. Вот сколько ныли, 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 ныли и наныли на то, что прилетело в соседний с ним кабинет. «Каким огурцом он выглядел? Все лепили и Залужного, и Железного Человека, и Бэтмена, и Наполеона в одном флаконе. А подишь ты, нет теперь Залужного». А на деле на концерт Кобзона почему-то отправляются исключительно те, кто разносил подобные фейки. Некто Кива не даст соврать. «Вдруг замолчали две ключевые фигуры противостояния – Залужный и Буданов. И все поняли, что Россия может заставить замолчать, когда она это захочет. И у всех вопрос, ребята, а кто следующий? Теперь замолчит». «Косрочная новость. Как сообщает агентство РИА Новости, в Подмосковье убит Илья Кива». Кстати, касательно Кива. Отряд, что называется, не заметил потери бойца. Помните эпичный формат, где лысый коллаборант умничал у карты? «Вот такой кусок. Ведь это раньше была территория Украины. Это навсегда. А значит, любые действия, происходящие на территории Российской Федерации, будут иметь адекватный ответ и с применением всего диапазона возможного вооружения». Так вот, после того, как Кива сказал «Кря», на его место у карты оперативно подыскали замену. Тоже украинцы, кстати. Ну а что? Такой формат. «Запад, вы знаете, может упаковать историю с расширением, да, абсолютно спокойно. Там вот что пишут, то и принимают. Ну кто будет вникать в детали? Была эта территория когда-то, белгородщина, суставы Украины не было». То есть куклы приходят и уходят, а нужный Кремлю концепт остаётся. Одна беда. Можно хоть 200 раз на день менять шизиков у камеры. Но от этого их бредни в реальность никак не воплощаются. Например, в Москве долго вещали, что в случае изменений в военно-политическом руководстве армия развернётся на Киев. «У Кличко всё подготовлено для захвата административных зданий. Он зашёл ещё полгода назад в близкие взаимоотношения с националистами из партии «Свобода». «Они создали ударные группы наёмников, которые ворвутся, захватят банковую, Верховный совет, захватят мэрию и перевернут. Поэтому они ждут часа Че. И час Че может настать и до Нового года». Якобы Зеленский не простил Залужному уничтожение самолёта Ил-76. А в ответ Залужный начнёт военный переворот. Они носились с этой идеей как дурни со ступой последние полгода. Но вместо этого президент награждает бывшего главкома высокой государственной наградой. И пропагандистам не остаётся ничего, кроме как переписывать темники. Теперь вместо похода армии на Киев россияне пробуют качать темник с якобы нелегитимностью Зеленского. Какое шоу не включи, везде одна и та же редька. То, что Зеленский будет не избранным, а просто фактически человеком, узурпировавшим власть, для нас это тоже определенное подспорье. То есть даже ссылаясь на Конституцию Украины, на военное положение, Зеленский не может в полной мере говорить о том, что он легитимный руководитель. Почему они это делают? Да очень просто. В Кремле отлично видят и понимают, что такими темпами война будет длиться десятилетиями. Сейчас вот они скачут на ушах насчёт возможного падения Авдеевки. У нас он параллельно уже враг скулит просто, не скрывая, что у них, извините, трындец полный в Авдеевке. И они признаются, что в ближайшие несколько дней всё разрешится. На полном безрыбье из этого пытаются сделать победу века. Разорванный в клочья Авдеевский укрепрайон – это зримое подтвердение бессмысленности военной помощи Запада бандеровцам. Ну и, собственно, вот попытка сменить главнокомандующего ВСУ. Мы знаем, что отправили в отставку Залужного и вместо него назначили Сверского. Это, знаете, вы, друзья, как ни садитесь, всё, музыканты не годитесь. Но по факту Авдеевка – это лишь небольшой пригород Донецка, и штурмовали его реально 10 лет. Сначала гибридной армией, потом два года основной. И ладно бы, взятие Авдеевки полностью переворачивало ход войны. Но нет. То, что город не имеет стратегического значения, признают даже отдельные российские эксперты. Значение взятия Авдеевки к этому нет никакого. Абсолютно бессмысленно. Это всё имеет, все ведущие сейчас операции имеют тактическое значение. Ну, взяли вы Авдеевку, и что дальше? Впереди только в Донецкой области несколько десятков таких же городов. И сёл под сотню. Поэтому, чтобы как-то кардинально изменить ситуацию, россияне и прилагают огромные усилия для дестабилизации Украины изнутри. Затеев дворцовый переворот в Киеве, Зеленский оказывается в положении, которое в шахматах называют Сукцвангом. Ну, то есть, какой бы ход он сейчас ни делал, кажется, это приводит только к ухудшению положения. А ещё с помощью ботаферм пытаются настроить украинцев друг против друга. Так, после назначения нового главкома ВСУ пропагандисты Мигом сделали из Сырского супер-мега-злодея. Просто чтобы вы понимали уровень. Бывший президент России, а ныне командующий батальоном «Перегар» Димон Медведев, Сырскому огромный текст посвятил. Глядя на биографию нового главкома ВСУ Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и омерзения. Омерзение к человеку, который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем. Ой, ну всё, спасайся, кто может. Не нравятся алкотитану люди, якобы нарушившие присягу. Нарушил присягу и служил нацистам, уничтожая своих близких. Пусть земля горит у него под ногами. Что-то вас, Медведев, это не сильно волновало, когда вы после аннексии Крыма заставили несколько тысяч предателей повторно присягу принять. Если кто-то пропил остатки памяти, мы не поленимся дополнить. Мобилизованные жители Крыма и Севастополя, которые до воссоединения регионов СРФ проходили службу в армии Украины, а затем вошли в запас российских вооружённых сил, принесли в понедельник присягу Российской Федерации. Видимо, что России можно, то другим не ни. К такому лицемерию все уже давно привыкли. Ну а бояре попроще после текста Медведева явно поняли линию партии. И тупо во всех российских СМИ главкома Сырского нарекли «Новым Власовым». У меня, когда я на него взглянул, на Сырского, меня поразило его сходство внешнее с генералом Власовым. Более того, у него очень похожий карьерный путь генерала Власова. Он точно так же нарушил присягу, которую давал Советскому Союзу. И это тоже нарушил присягу, которую давал Советскому Союзу, присягнув второй раз уже ВСУ. И что тут скажешь, люди явно застряли в прошлом. Более того, пытаются подменять им свое позорное настоящее. Но получается, честно говоря, не очень. Ведь вы можете долго и нудно обзывать кого-то фашистами, власовцами, да кем угодно. Но рано или поздно обитателям путинского неорейха придется признать, что фашисты действительно есть. Причем даже ближе, чем думают многие россияне. А чтобы их увидеть воочию, достаточно просто подойти к зеркалу. И чем быстрее россияне поймут эту простую и очевидную истину, тем лучше будет для всех.